На сцене Полесского драматического театра появилась зимняя постановка «Морозка». Спектакль поставил режиссер Павел Маринич по оригинальному сценарию российского кинорежиссера Александра Роу. Правда, без авторских поправок Маринича все-таки не обошлось. Уже ставшие отличительными особенностями его спектаклей, песни и танцы разбавили и без того яркую новогоднюю сказку. Дружки мои родные, ухажите вы, дорогие, мы дорожки, мы живы. Театр — это вообще симбиоз различных искусств, танец, музыка. Чтобы как-то разнообразить вот это вот сухое действие, мы танцуем, поем на сцене. Это недолго, но тем не менее оно как-то позволяет немножко отвлечься, может быть, прочувствовать, продумать предыдущий эпизод. События новогодней премьеры развиваются мгновенно. Декорации красочные, меняются в каждой сцене. С первых минут постановки происходит знакомство почти со всеми главными персонажами. В центре сказочных событий оказалась девушка Настя, которую злая мачеха заставляла работать. В одном из эпизодов персонаж знакомится с Иванушкой. Вдвоем им пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. Даже познакомиться с бабой-егой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новогодний спектакль «Морозка» стал одной из ожидаемых премьер 2020 года. Такая традиция под занавес года дарить маленькому зрителю новогодние постановки. Они, как правило, повествуют о добре и зле и имеют свою мораль. Сказка, как говорится, ложда в ней намек. Каждый из героев получил свое. Кто-то приданное за труды, а кто-то и вовсе остался ни с чем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А где приданное? Дура! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В красной линии проходит тот момент, что если добрый персонаж, то он, конечно же, и получает не по заслугам, а вознаграждается добром, теплом. Я думаю, что вот это терпение ее, вот этот ее труд, он замечен, замечен Морозкой и вознагражден по заслугам. Вот такая мораль сказки, что все-таки не стоит... У меня вообще все спектакли о том, что не стоит складывать руки, а стоит бороться до последнего. Что что-то тебе все равно будет, кто-то тебя заметит. Сказочное действие на сцене драм-театра разыгрывают на протяжении 50 минут. Но на этом сюрпризы для самых маленьких зрителей не заканчиваются. Их ждет утренник с участием персонажей из разных сказок и мультфильмов. Далее все вместе они зажигают огни на новогодней елке. Малышка! Малышка! Малышка!